Да, я предложила проговорить про стоические толкования поэтов, и вот видите, вы уже сразу сказали, что это далеко от жизни, и может быть с практической точки зрения не очень интересно. Мне кажется, это может быть не вся картина, то есть отчасти это, конечно, так, это не тот self-help, который приходит на ум в первую очередь, но это только часть истории, и вот в сегодняшнем докладе я, наверное, постараюсь рассказать вторую часть. Дело в том, что когда мы говорим о том, что стоицизм может дать современному человеку, мы очень часто фокусируемся на тех аспектах стоической философии, которые можно было бы назвать терапевтическими. Управление гневом, преодоление пристрастности и вот в целом такой контроль за внутренним нарративом. Стоические практики чтения и комментирования уходят на второй план, ну и в общем самом деле, да, зачем нам знать, как в стойке толковали Гомера. Нельзя сказать, что стоическое учение было изложено преимущественно в форме комментария к Гомеру, ну вроде того, как неоплатонизм представляет собой комментарий к Платону. Уже античные читатели, и они далеко не всегда были благожелательно настроены, считали, что в толкованиях поэтов стойки по сути выискивают то, что и так им заведомо известно. Причем установили они это безо всякой опоры на поэтические тексты. Например, у Цицерона в «Диалоге о природе богов» эпикуреец Вилей упрекает Хрисипа в том, что тот сначала называет эфир и необходимость Юпитером, ну по-латински Юпитером, по-гречески Зевсом, землю Церерой, то есть Деметрией. А затем во второй книге пытается приспособить басни Орфея, Мусея, Гесиуда и Гомера к тому, что сам же он и написал. Как будто древнейшие поэты, говорит Вилей, сами того не подозревая, были стойками. И получается, что если следовать этой точке зрения, то для понимания самой исторической философии такие толкования ничего не дают. С другой стороны, опять-таки, с точки зрения эпикурейцев Вилей, они ничего не дают и для понимания поэтов, потому что стойки их рассматривают как своего рода таких крипто-стойков, как бы предвосхитивших их собственное учение. И с точки зрения литературной критики это довольно уязвимая позиция, которую ни один специалист по Гомеру даже не будет всерьез рассматривать. Получается, что ни для философов, ни для филологов стоические упражнения в герменевтике неинтересны, разве что как своего рода такой исторический курьез, который можно изучать, но на который очень сложно ориентироваться. И в рамках движения современного стаицизма, насколько я знаю, не очень хорошо знакомы с этим движением, но, насколько мне известно, стоические толкования поэтов особого внимания не привлекали. Если это не так, то коллеги потом меня поправят. Между тем, в последние годы стоические толкования поэтических мифов подверглись определенной переоценке, которая позволяет протянуть некоторые важные нити к современности. И я попробую как раз вот об этом кратко рассказать, оставляя более подробное рассмотрение для другого случая. Итак, долгое время вопрос стоял лишь о том, зачем стойки занимались таким приспособлением поэтов к философии. И среди возможных объяснений звучали основные три. Первое – это необходимость защитить традиционные религиозные представления, которые ассоциируются с поэтами. Иными словами, Гомер не так уж нелеп, поэтому его надо сохранить. Второе объяснение – наоборот, необходимость привлечь Гомера на сторону стойков. Иными словами, это мы не так уж нелепы, потому что с нами Гомер. И третье объяснение – оно заключается в том, что если Логос пронизывает весь космос, то он должен каким-то образом пронизывать и поэтов тоже. И если это перефразируют, то получается, что вообще все не так уж нелепы, включая и древних поэтов. Но первые два объяснения, они изначально допускают такую некоторую недобросовестность со стороны комментаторов. Получается, что сближение мифа и Логоса стойки проводили в политических целях, либо защищая некие свои мифические скрепы, либо, наоборот, скрепляя традиции и свои собственные спекулятивные построения. Это, наверное, не то поведение, которого мы ожидаем от философов, хотя сами по себе наши ожидания ничего не доказывают и не опровергают. Третье объяснение, оно наталкивается на такой недоуменный вопрос. Если Логос пронизывает все, в том числе и поэтов, то почему бы не изучать новую, а не древнюю поэзию? Ну и вообще можно изучать все, что угодно, включая надгробные надписи, клички домашних питомцев или телефонную книгу, если бы она была у стойков. Потому что, в общем, этот аргумент, он исходит из того, что во всем есть какой-то смысл, во всем присутствует в большей или меньшей степени вот это разумное начало космическое. Вот, и все эти объяснения, они так или иначе неудовлетворительны. И первым на это в 92-м году, то есть уже, получается, 30 лет назад, указал Энтони Лонг. И он заметил, во-первых, совершенно справедливо заметил, что от эпикурейца Вилея не стоит ждать непредвзятости в описании исторического учения. Все-таки это соперничающие философские школы. Во-вторых, Цицерон, который выводит стойко эпикурейца в одном диалоге, не лишен некоторого литературного, драматического таланта и умеет правильно сгустить краски. И интересно, что сегодня непосредственно источник Цицерона нам известен. Это эпикурейц Филадем, которого он читал. И здесь я просто поясню, что обширное наследие Филадема, оно стало доступно после раскопок Геркуланума, так называемая вилла папирусов. Раскопки это начались в середине 18 века, и сегодня опубликовано огромное количество сохранившихся именно в папирусах сочинений Филадема. И одно из таких сочинений, оно называется «О благочестии». И Филадем там пишет вот что, он говорит о том, что во второй книге сочинения о богах Хрисип, как и Клианф, пытаются совместить с учением стойков то, что восходит к Орфею и Мусею. И то, что говорится у Гомера, Гесиода, Еврипида и других поэтов. Ну, этот фрагмент, он переведен в собрание фрагментов ранних стойков Столярова. Но здесь интересно вот что. Филадем говорит, что нечто у Орфея или Гомера, по-гречески там стоит та пар Гомеро, ка Гесиоду. Мечта у них совместима со стойческим учением. И это совсем не то же самое, что видеть в самих Гомере и Гесиоде криптостойков, как это утверждает критик Вилееву Цицерона. И вслед за ним многие современные исследователи, в частности Пфайфер, который упоминает Лонг. Более того, разворачивая эту мысль, Лонг указывает на то, что в том же самом диалоге Цицерона стойк Бальб, отвечая на критику эпикурейца, прямо говорит, что антропоморфные боги, которыми полны поэмы эпические, это бабьи суеверия. Так вот он их и называет, бабьи суеверия. И дальше он со ссылкой на Зенона и Хриси подтверждает, что остроумный физический смысл присущ поэзии, присущ мифологии, простите, несмотря на добавление поэтов, но никак не в силу некой присущей поэтам разумности. То есть, да, здесь опять-таки третье объяснение мы вынуждены отбросить. И по словам стоического спикера Цицерона Бальба, Гомер многое напридумывал, так что стойк вовсе не ставит перед собой задачи дать философское толкование всему, что он находит в Гомере. И из этого Лонг заключает, что стойки не рассматривали тексты древних поэтов как сильной аллегории. Но я понимаю, что такое сильная аллегория, это значит, что текст изначально написан как аллегория, и автор ожидает от автора, что текст будет прочтен аллегорически. Ну вот, например, «Королева-фей» Эдмунда Спенсера. Вот Гомер не был для стойков такой королевой-фей. Но если так, то какие-то у них должны были быть резоны перетолковывать тексты по-своему. Как я уже сказала, в самом начале, как правило, в стоической аллегорезе чаще всего видели некую совершенно нефилософскую мотивацию, такую политическую мотивацию. Но это не обязательно так. Почему же стойки решили, что мифология может быть источником истинных, если не сказать стоических представлений о мире? В свое время Макс Пуллинс предположил, что речь идет о поиске своего рода первозданной истины. Логос в чистейшей форме проявлялся на заре человечества, и потому древние авторы, как его носители, заслуживают особого внимания. Эта точка зрения примерно 20 лет назад получила поддержку другого авторитетного исследователя по имени Джордж Бойс Стоунс, который пришел к выводу, что представление о Золотом веке было несравнительно поздним изобретением Поседонии из Упамии, как долгое время считалось, что оно восходит крайней стой. И к этому выводу он приходит на основании анализа 90-го письма Сенеке, где Сенека говорит, что первые смертных и рожденные ими не знали порчи, исследовали природе. Это 90-е письмо к Луцилию. И вот этих неиспорченных людей, которые поминовались голосу природы Сенека, говорит, нельзя назвать мудрецами, потому что природа, как таковая, не дает добродетели, но они были невинны, как он выражается, по неведению. Их разум не был еще испорчен ложными мнениями и влиянием внешних вещей. Стало быть, древние предания, которые сохранили поэты, это уже вывод самого исследователя, могут представлять собой ценность именно как голос самой природы, звучащий в общих представлениях еще неиспорченных людей. Эти люди, как, разумеется, прекрасно понимали, стойки еще не были философами, однако они были способны к восприятию божества в его различных и полезных для себя, и опасных, пугающих проявлениях. Вот, это выводы, к которым приходит Бойс Тонс. Какие же проявления божества в таком случае описывали и воспринимали вот эти первобытные люди, если можно так выразиться? Но на это указывают несколько свидетельств. Во-первых, у нас есть фрагмент Клианфа, который говорит, что есть несколько источников представления о богах. Ну, первый источник, на который указывают все стойки, это возможность дивинации, возможность предчувствия, предсказания будущего. А второй — это великие блага, которые получают люди от климата, плодородия и так далее. Третье — это различные пугающие проявления, там, молния какая-нибудь шарахнет или что-нибудь такое. Вот, и четвертое, наверное, самое важное для стойков — это вообще наблюдение за соразмерностью, согласованностью всего происходящего в космосе, которое наводит на мысль о том, что за всем этим скрывается какое-то разумное начало. Вот, ну, Хрисип расширил список источников возможных представлений о богах. У него в фрагментах, значит, целых семь источников таких упоминается. Некоторые из них мы уже видели у Клеанфы, значит, это природные явления, например, уран, это полезные вещи, например, деметра, это всякие вредные, опасные, страшные вещи, это арест, который ассоциируется с войной. Это разные человеческие дела, которые тоже так вот персонифицируются, обожествляются. Это дикие, например, справедливость или благозаконие и так далее. Это человеческие страсти, например, эрот. Наконец, он говорит, что есть просто выдумки поэтов и есть исторические персонажи, которые, тем не менее, получили вот такой статус богов впоследствии. И интересно здесь то, что у Хрисипа выдумки поэтов, они стоят особняком от того, что можно было бы назвать вот таким домифологическим материалом или протомифологическим материалом. Но если мы возьмем только вот то, что не является выдумками поэтами, сам этот домифологический материал, то мы заметим, что он предполагает уже некий технологический и цивилизационный прогресс. Например, если мы говорим о Деметре как о богине-вспоможительнице, то это предполагает уже какое-то, ну, хотя бы минимальное развитие земледелия. Да, арес предполагает уже какое-то небольшое хотя бы развитие военно-технического дела. Даже вот в мифе об Уране, о котором упоминает Стойк Бальб, вот Сурона в «Диалоге о природе богов», Бальб говорит, что этот миф скрывает в себе остроумный физический смысл. То есть, опять-таки, здесь предполагается, что люди, которые этот миф породили, они уже немножечко продвинулись на пути к мудрости, они уже, может быть, не совсем в таком первозданном, примитивном состоянии находились, потому что они наблюдали за природными явлениями, они каким-то образом осмысляли божество на основании того, что они могут наблюдать. И из всего этого Бальб сделает вывод, что, собственно, именование богов относится не к первому периоду жизни человечества, когда люди были еще совсем наивны, а к началу второго периода, то есть к тому времени, когда у людей появился интерес к технологическому развитию, то есть когда они стали заниматься скотоводством, виноделием и так далее. Но ключевое слово здесь начало, потому что как только прогресс цивилизации становится ощутимым, поступающие вместе с ней блага начинают затемнять естественные представления, их место занимают ложные мнения, которые отныне направляют стремление человека. То есть уже хочется не просто крышу над головой, а пол с подогревом, уже хочется не просто пообедать, а съесть кастрюльку устриц. Вот, римляне все это прекрасно знали и умели, кстати, поэтому Сенека говорит «Со знанием дела». Ну и, разумеется, он говорит о том, что развитие науки и техники, вообще ремесел не является влагом, если не приближает нас к добродетели. Философу не нужны высокие кровли, потому что они могут обрушиться на обитателей дома, ему не нужны бассейны с морской водой для разведения устриц, ему не нужны сложные инструменты к кузнечному делу и так далее. Но это все появляется по мере развития, по мере накопления вот этих продуктов цивилизации. В начале, в самом начале негативных последствий еще нет, в то время как люди уже начинают понимать и осмысляют божество через те блага, знамения, через те природные явления, которые они наблюдают, как говорит Клианф, как говорит Хрисип. Стоическое божество действует в космосе, наблюдение за этим космосом является источником истинных представлений, о Боге, негативных факторов, которые могли бы навести людей на ложный след, еще либо нет, либо они практически не ощутимы. И человек, наблюдая за природой, возделывая землю, приходит к пониманию неисчерпаемости благ, которые приготовил для него проведение. Они наблюдают за небесными явлениями, от которых зависит их жизнь, и они приходят к мысли о божественной силе, которая пронизывает все сущее. Это примитивное богословие тем самым находится на пути к истине, и пока поэты не успели разбавить эти прозрения своими вымыслами, вот эти самые прозрения не могут представлять для нас ценность. Здесь очень важно отделить то, что напридумывали поэты ради развлечения и удовольствия, и то, в чем звучит действительно голос самой природы какой-то ранее. И с этой точки зрения, современная, испорченная цивилизацией и ложными мнениями сознания, она может нуждаться в этих наивных, но оттого не менее истинных богословских прозрениях. И в этом смысле древние поэты нужны стоическому философу. Это может объяснять, почему Зенон, Клианф и Хрисип так интересовались древними поэтами. Но это также означает, что Стойк не мог надеяться вычленить философемы в мифах на основании простого соответствия между стоической доктриной и мифом. Он должен был тщательно отделять материал традиции от поэтических выдумок. И именно для этого Стойки прибегали к этимологии. У нас сохранилось огромное количество фрагментов, которые свидетельствуют об интересе Стойков к этимологии божественных имен. Хрисип рассуждал, например, о происхождении имен Аполлона, Зевса, Реи, Ареса и Трехмойр. Клианф, как мы знаем, интересовался тоже именем Аполлона. Очевидно, нечто похожее стоит и за методом Зенона, который считал, что одно у Гомера написано согласно мнению, а другое согласно истине. И сохранили схолии к Тиагонии Гесиода, из которых видно, что для выявления истинного материала Зенон опирался на этимологию и предлагал понимать имена титанов, упомянутых в Тиагонии Гесиода, как элементы, как стихии мира. И позднее мы видим развитие этого метода уже где-то в первом веке нашей эры. Был такой историк по имени Луций Анный Корнут, который написал целый трактат по бедеусловия. В русском переводе трактат называется «Обозрение традиционной эллинской теологии». И само название указывает на то, что философа здесь интересует прежде всего мифологический материал, который он предлагает исследовать, ориентируясь на имена богов. По словам Корнута, Гесиод позаимствовал некоторые вещи из более древних источников. Но все же немало баснословного добавил и сам, так что немалая часть древнего предания оказалась погубленной. То есть мы уже видели эту мысль, встречали ее выше. Не всему поэтов следует доверять, но следует все-таки подлинное древнее предание отделять от более поздних напластований поэтических. Истина принадлежит не самим поэтам, истина принадлежит тому материалу, с которым они работают, и наша задача до этого материала так или иначе добраться. Как это возможно? Как это Корнут сам предлагает делать? Ну, во-первых, так же, как и более ранние стойки, он прибегает к этимологии божественных имен. Собственно, вся книга этим изобилует. Предлагается множество объяснений для имен греческих божеств. Но также он анализирует их эпитеты, анализирует их традиционные атрибуты, то есть с какими предметами они изображаются или ассоциируются. И что самое интересное, иногда он исследует параллели с мифами других народов. То есть, например, у него есть такое отождествление, греческая богиня Рея. Это то же самое, что сирийская Таргатис, он говорит. И вот это сравнение с другими культурами у него явно нацелено на то, чтобы обнаружить некий общий источник мифических представлений. И в своих толкованиях Карнаут стремится добраться до мудрости вот этих примитивных философов. И вот я приведу один пример. Для него примером такого философского насказания являются Левсинские мистерии. Он говорит о том, что философы устроили для Деметра мистерии, радуясь одновременно изобретению полезных для жизни вещей, и приводя это в качестве доказательства того, что люди перестали сражаться друг с другом и стали есть досыта, мюсиан по-гречески. То есть насыщаться как орэстхай по-гречески. И здесь мы можем заметить следующие этимологии обыгрываются. Значит, Деметра традиционно, в общем-то, задолго до Карнаута понимается как геметер, то есть мать-земля. Ее дочь Кора Персифона ассоциируется со словом кекорэстхай, то есть насыщаться. И сами мистерии, мюстерия греческая, вот он сближается со словом мюсиан, то есть есть досыта, насыщаться. То есть получается, что это вот такой праздник плодородия, и по сути это прославление земледелия и тех благ, которые они, эти боги, несут человеку. Здесь нет ничего, что было бы противно стоической физике, стоическому представлению о божестве. Оказывается, что вот эти традиционные религиозные культы вполне с этим совместимы. Ну и в этом смысле стойки могут считаться, наверное, если не основоположниками, это было бы, конечно, преувеличением так говорить, но, на мой взгляд, хотя бы предвестниками метода сравнительной мифологии, метода, который получил большую популярность уже в 19 веке, и произошло это на пике расцвета сравнительного языка знания. Да, я просто кратко напомню. Дело в том, что вот в 1786 году британский индолог Уильям Джонс заметил, что санскрит очень похож на греческий и латыни. Пошла целая волна исследований, интересовался к этой теме. В 1822 году Якоб Гримм, которого мы все прекрасно знаем, описал преобразование индоевропейских согласных. И, в общем, это все давало возможность, ну, не только, это, конечно, многие другие исследования, давало возможность выстраивать какие-то параллели кросс-культурные, да, сравнивать мифы разных народов, пытаться уйти куда-то глубоко вглубь времен и вычленить тот материал, который является изначальным, который независим от конкретного поэтического гения, там, Гомера, Гесиода или кого угодно. И здесь, ну, в качестве примера, да, вот этой методологии можно вспомнить Макса Мюллера, который вообще считает основоположником дисциплины сравнительной мифологии. Значит, ну, Мюллер, он известен как автор так называемой специальной гипотезы, согласно которой он, с его точки зрения, значит, предки индоевропейских народов в своих мифах метафорически описывали движение светилы. Его, конечно, очень много за это исправедливо критиковали, но суть не в этом. Я просто хочу показать, что, несмотря на то, что у стойков, конечно, не было такого мощного инструментария, логика их исследований, как мне кажется, во многом очень похожа. Они не меньше нашего понимали разницу между поэтическим вымыслом и тем мифологическим, часто устным материалом, с которым работает поэт. Их интерес к мифам не был простой аллегоризацией любого попавшегося под руку материала. Интерпретация мифов и у стойков, как и у современных исследователей, она опиралась на этимологии. Конечно, этимологии это были, ну, немного странные на наш вкус, но, тем не менее, все, что они могли сделать, они делали. Они сравнивали культовые практики, как это делает Корнут, у разных народов, насколько эти данные этнографические вообще были им доступны. И, в общем, это было в чем-то похоже на методы современных этнографов и специалистов по сравнительной мифологии. Ну, и завершая, я хочу сказать, что, как и современные этнографы, стойки искали в мифах то, что они не могли найти в своей, как им казалось, уже безнадежно испорченной технологиями цивилизации. Какой-то первоначальный, первобытный, в хорошем смысле слово, простоты, которая способна воспринимать действующее в природе божество, которая, в принципе, способна воспринимать гармонию соразмерности этого мира. И, конечно, стоическое представление о Боге не было подсказано поэтами, но поэты оказывались как бы даже против своей воли проводниками тех подлинных мнений, которые могут поддержать мудреца и которые должны его укрепить на выбранном пути. И именно поэтому, как мне кажется, такие упражнения в сравнительной мифологии были важной составляющей стаического образа жизни. Ну, наверное, все на этом. Спасибо за внимание. Вот тот вот тезис, то, что стойки исследовали Гомера и Гесиода, потому что поэты древности жили в золотом веке и ближе как бы к сотворению мира, и поэтому через их творение как бы истиннее выражается логос. Это этому можно найти какие-то свидетельства во фрагментах или это тезис того исследователя, которого вы цитировали? Смотрите, у нас есть множество фрагментов, в которых мы видим, что Клианф, Зенон, Хрисип толковали поэтов. Единственное, чего нам не хватает, это какого-то понимания того, зачем они это делали. И в данном случае, как мне кажется, предлагается довольно экономная схема, которая позволяет включить большое количество свидетельств и объяснить их, некую целостную картину их соединить. Если мы исходим из того, о чем там говорит Сенекона и в чем он, по всей видимости, опирается на более раннюю традицию, что в начале как-то ближе были люди к божеству и дальше мы это соединяем с тем, что мы встречаем у Карнута, с тем, что мы встречаем отчасти у Зенона, что у нас есть поэтическая ерунда, которая принадлежит самим поэтам, вот они все время это повторяют, и есть что-то там такое важное, что как в Троянском коне проехало в этом эпосе и сохранилось. Тогда, мне кажется, это все складывается в картину, то есть у нас нет, наверное, прямого текста, где Хрифиб говорит, вот, как бы, до Гомеры люди жили лучше, чем мы, но у нас есть некая совокупность косвенных свидетельств, которые, на мой взгляд, достаточно убедительно складываются вот в такую картину, да. Спасибо.